Чужая тяжелая техника вошла в родные для жителей Дунина места. Строители начали возводить дорогу длиной в 130 и шириной в 8 метров. И, как считают местные, делать это незаконно, потому что работа идет вплотную к уникальному археологическому комплексу. Идут работы строительные или дорожные, и в этот момент должен стоять археолог. Потому что снимается культурный слой. Там могут быть самые разнообразные артефакты. Субподрядная организация подвезла грунт и щебень. Сейчас формируют своеобразную подушку под асфальт. Работы примерно на три месяца. Люди за определенную плату делают то, зачем их наняли. И никаких законов, разумеется, нарушать не хотят. И другим не позволят. Заказчику выдают постановление прокуратура о приоставлении работ. И все. И вы просто исполняете? Конечно. Сейчас никаких постановлений у вас нет? Нет. Ордер у меня действующий. Я продолжаю работать. Будут препятствовать вызову милиции. Дорогу заказал собственник одного из земельных участков, которому она и ведет. Наталья Велисова глубоко не согласна с происходящим. Но под колеса техники не бросается. Все надо делать по закону. Сейчас вызвали полицию. Она приедет. И мы надеемся, что она остановит работу. Полиция прибыла через два с половиной часа после вызова. Участковый Дмитрий Киселев увидел, что насилия здесь никакого нет. Собрал со всех данные. И уехал. Показать на основании чего можно запретить дорожные работы Наталья Велисова не смогла. Но тут ясность в ситуацию внес представитель госуправления по культурному наследию Подмосковья Константин Есин. Жители Дунина сегодня активно рассылали фото с техникой по всем чатам и каналам. Чиновник управления экстренно приехал на место, чтобы лично оценить масштаб ситуации. Это территория. Это вот дальше получается туда. Понимаете, да? Ну еще. Да, все. Что такое защитная зона? Это особая зона, в которой запрещается возводить новый объект капитального строительства и реконструировать старые объекты. Итак, Дунинское городище входит в защитную зону. Но дорогу здесь строить можно и заборами свои участки ограждать тоже. Уже несколько десятков лет, когда звенигородские чиновники пустили, так сказать, землю-городище в гражданский оборот, местные жители требуют одного – чтобы уникальный исторический ансамбль признали в целом культурным наследием страны и внесли под охрану в соответствующий реестр, чтобы точно защитить городище от строительства коттеджей. Все. Стоп. Дальше ходу нет. Дальше и дорога не должна идти, и капитальное строительство запрещено. По крайней мере, так говорит представитель ГУКН – Управление культурного наследия. Но у любого наблюдателя возникает закономерный вопрос. Если здесь построят такую широкую прекрасную дорогу, по которой может идти тяжелая строительная техника, а не пойдет ли здесь эта тяжелая строительная техника? Не начнется ли здесь строительство дальше? И не превратится ли эта дорога жизни в дорогу смерти для исторического наследия Одинцовского округа? Будем смотреть за развитием ситуации. Тимур Гайсин, Илья Павлов, деревня Дунино, телекомпания Одинцова.